В Лангипанском политехническом колледже день открытых дверей. Около 300 детей пришли в учебное заведение познакомиться, возможно, со своей будущей профессией. В колледже можно освоить 9 специальностей, таких как оператор по добыче нефти и газа, электромонтер, повар, парикмахер и другие. А также графический дизайнер, бухгалтер, слесарь, специалист по разработке нефтяных и газовых месторождений, экономист и электрик. Чтобы выбрать профессию, по душе на экскурсию пригласили школьников Лангипаса. Сегодня мы двери открыли для первой, второй и третьей школы. Ребята активно принимают участие. Вот сейчас у нас в актовом зале идет небольшое такое вступительное слово. Затем они пойдут по экскурсию по колледжу на здание Ленина в 52. Затем мы их направим в ремонтно-механические мастерские нашего колледжа на Ленина 7. Мы надеемся, что ребята примут во внимание все то, что мы им сегодня покажем, примут правильное решение и придут к нам в колледж. Первый в маршруте – кабинет физики. Работает опытный преподаватель с многолетним стажем. Только в Политехническом колледже знания по физике и электротехнике будущим электрикам он дает более четверти века. За это время многое поменялось. Оборудование современное, даже имеются цифровые измерительные приборы. И я думаю, что все студенты, которые посещают эту лабораторию, выходят с большим удовлетворением и с желанием еще прийти. Особой популярностью среди студентов Политехнического колледжа пользуются нефтяные специальности. В предыдущие годы, по словам преподавателей, конкурс был по 3-4 человека на одно место. В этом году мы набираем две группы. Это группа по профессии оператор по добыче нефти и газа. И вторая группа оператор разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. В этом кабинете дети осваивают теорию. Здесь преподаются такие предметы, как эксплуатация нефтепромыслового оборудования, устройство и разработка месторождений. Современные реалии привлекают тех ребят, которые увлекаются программированием. Для обучения этой профессии в образовательном учреждении есть специальное оборудование. Им особенно гордится преподаватель Феодосия Никитина. Данная профессия очень востребована, особенно если работать онлайн, удаленно. Можно получать спокойные заказы на разработку какого-то плаката, баннера, билборда, афиши и онлайн ее отправлять. Так что к нам студенты приходят с удовольствием. Творческая работа, творческая профессия. А сюда заглянули исключительно девушки. Именно в этом кабинете учатся делать людей красивыми и уверенными в себе. И окрашивание волос. Вот таким заметом, к примеру. Вот окрашивание. И два отразного также вида. Есть в учебной программе Политехнического колледжа Лангипаса знакомый этим ребятам предмет. Основы безопасности жизнедеятельности. Здесь любопытство проявляют мальчишки. Задают вопросы со знанием дела. Есть у этих ребят еще время, чтобы подумать и решить, поступать ли в это образовательное учреждение и какую профессию выбрать. Однако им напомнили, прием документов начался с 1 апреля. Тем горожанам, у кого уже есть аттестат об окончании школы, могут писать заявление уже в эти дни. Что касается учеников, их ждут после сдачи основного государственного экзамена. Ирина Мершинченко, Виталий Крылович. Наши города. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok